Почти миллион голов павших птиц не попадают под компенсацию. Такую цифру называют в Союзе птицеводов Казахстана. Часть животных, по версии специальной комиссии, погибла не из-за птичьего гриппа. Другие случаи не подлежат компенсации из-за выявленных нарушений. Кто же имеет право на возмещение ущерба, выяснял Баржан Валиев. Под компенсацию, по последним данным, попадают около 330 тысяч голов птиц. Хотя ранее подтвержденных случаев птичьего гриппа насчитывалось 576 тысяч, а еще раньше свыше миллиона. К слову, в Союзе птицеводов Казахстана все еще не отказываются от своих слов. И это только на основе данных трех птицефабрик. Это все цифры взяты со слов руководителя птицефабрик. Поэтому мы считаем, что не может быть такое. И всего пало 1 миллион 268 тысяч 762 тысяч голов. Разница 692 тысячи не может быть. Но в Министерстве сельского хозяйства говорят о злостных нарушителях среди работников птицефабрик. Так, из-за отсутствия необходимой документации нет точного подтверждения данных о количестве животных до их утилизации. А когда сотрудники самостоятельно сожгли тушки, то и подтвердить диагноз не представляется возможным. Отмечу, для получения компенсации необходимы выписка от Акимата и акт падежа и утилизации от ветеринарной службы. Хотелось бы также отметить, что там отсутствует ветеринарный учет. При запросе о предоставлении данных у ветеринарного врача о движении поголовья, это есть стандартная такая информация, где указывается о выбытии поголовья и указывается количество павшего поголовья. Нам эти данные представлены не были. При назначении компенсации будет учитываться и выполняла ли данная птицефабрика все необходимые требования в соответствии с законом о ветеринарии. Стоимость птиц будет определяться на основе стат данных. К слову, комиссия продолжает свою работу, поэтому число случаев, которые попадают под компенсацию, может стать больше. Бржан Валиев, Хабар, 24.